В связи с кощунственным характером этого произведения не искусства, а, по сути дела, кинопасквиль, клевета на святого государя, святую государыню, на священную для русских людей семью государя-миротворца Александра Третьего, на Марию Федоровну. И протесты православных сосредоточены как среди мирян, так и среди духовенства, среди архиереев на том, что оскорбляется именно эта святость царской семьи, царской четы. И это совершенно справедливый протест. Но я бы хотел обратить внимание на то искажение истории и на тот кощунственный момент, который связан с одним из сюжетов вот этого рекламного трейлера, и который отображен в сценарии, он как лейтмотив всего фильма. Речь идет о священном поставлении на царство императора Николая Александровича и его супруге императрицы Александра Федоровна в мае 1896 года. И сначала об историческом противоречии. Если историки, любители глубнички, так сказать, приписывают какие-то отношения, а я считаю, скорее всего, никаких близких отношений между великим князем Цесаревичем Николаем Александровичем и этой балериной не было, все это нам известно из ее собственных дневников, из собственных мемуаров. Она, конечно, видимо, хотела такой близости, и ее стремление выразилось в том, что потом она уже крутила романы только с великими князями, с великим князем Сергеем Михайловичем и с Владимировичем двумя Борисом и Андреем. В конце концов, она вышла замуж за Андрея, великий князь Андрей Владимирович усыновил ее сына, но уже на старости лет ей очень хотелось, но это, видимо, и в Молосе, потому что есть какие-то документы в Бахрушинском музее, связанные с Матильдой. Но в 1896 году, по крайней мере, начиная с весны 1894 года, никаких отношений, даже просто приятельских, дружеских, заинтересованных, у наследника цесаревича, а после смерти государя-императора Александра Третьего миротворца, у государя Николая Александровича с балериной быть не могло. Большая часть фильма посвящена именно событиям, уже вступившим на престол, государям Николаем, святым нашим государям. И вот священным коронованием, которое произошло в 1896 году. И вот на этот аспект изображения, так сказать, в макетах Успенского собора интерьеров, с макетами большой императорской короны, с малой императорской короной, я хочу и сосредоточить наше внимание. Дело в том, что чин поставления на царство, который обычно называют чином священного коронования, он в себя включает шесть церковных таинств. Само торжество начинается еще вечером с всеночной, когда совершается таинство или освящения, или помазания. После этого совершается таинство исповеди, царской исповеди. На следующий день начинается служба часы и совершается таинство, самое первое, таинство рукоположения. Потому что государи, они имеют достоинство царственного священства, царского священства. И на этот аспект сейчас как-то не принято в церкви обращать внимание, но в сокращенном виде это рукоположение двумя гланями совершается над государем. Только после этого совершается таинство миропомазания, второе царское миропомазание, то есть полностью как прикрещение над государем, и помазует лоб супруги государиной императрицы. Затем это таинство известно, и обычно говорят, что государь отличается от всех христиан, что он дважды миропомазуется. Но после этого совершается и таинство брака, таинство венчания. Собственно, священное коронование, это называется именно по этому таинству. Совершается таинство брака не с государней, оно совершилось еще осенью 1894 года, а царь венчается с Россией, с русским народом. И в сокращенном виде, но именно как таинство, оно присутствует в этом чине. И после завершается евхаристический канон, и, так сказать, то, что называется таинством таинств, и совершается таинство причащения по царскому чину, опять-таки, который уподоблен чину священческому, чину архиерийскому. То есть государь подводится к престолу храма Успенского собора старшим архиереем и принимает тело и кровь Христа раздельно, как причащаются священства. И вот это вот карикатурное, глумливое изображение священного коронования безусловно оскорбляет всю совокупность вот этих шести таинств церкви. И я считаю, что протестующим православным людям, и особенно пастырем, особенно архиериям, которые являются совершителем всех семи таинств церкви, архиерии и таинства священства, рукоположения, то, что нет у простых священников. И вот этот вот аспект, он очень важен. И мне жаль, что вот те церковные люди, которые участвуют в этой массовой волне протестов православных, и не только православных людей, мы знаем, что это оскорбляет чувство потомков всех подданных русского государя, искренних людей, исповедующих и другие религии. Потому что государь, как белый царь, почитался и магометанами, и буддистами, и караимами, и, так сказать, традиционными иудеями. Они все приносили присягу, по крайней мере, их, как говорится, духовенство обязательно приносило присягу государю еще при восшествии его на престол. Напоминание об этой присяге во всех храмах и также религиозных других учреждениях Российской империи в 1913 году, когда праздновалось трехсотлетие поставления на царство дома Романовых в лице царя Михаила Федоровича, в проповедях везде это говорилось, и в адресах это писалось, приветственных государю. То есть вся Российская империя знала и о присяге 1613 года соборной, и о персональной ответственности каждого гражданина империи, потому что к тому времени в той или иной форме к присяге приводили все ответственные граждане, все свободные граждане. Это до отмены крепостного права, крепостные, так сказать, они не присягали. А, так сказать, к этой поре, в общем-то, вся империя, она была обязана своим духовным благоденствием, так сказать, связью между империей и небом, царствием небесным, между Господом, через царя-помазанника. И, так сказать, только неверующие люди, только отщепенцы, они вот эту вот сакральную часть существования Российской империи отвергали, более того, они хотели это, так сказать, уничтожить, и в конце концов довели вот до этой измены, о которой сказал Государь в день вот этого его отвержения от управления царством империи. Кругом, в дневнике он записал, кругом измены, трусости и обманы. Вот. И нас, когда вот это вот помазанническое достоинство, которое, конечно же, никак не отменялось в результате революционных действий 2-3 марта 17-го года, помазанничество, оно не то, что даже пожизненное, оно совершается в вечности. И, когда говорят о царе царствующих, то говорят об Иисусе Христе, он, так сказать, царствующий над всеми государями. Безразличен того, какова их посмертная судьба, вот, так сказать, в царстве небесном, где они находятся, или, так сказать, до какой-то, может быть, поры, так сказать, под властью князя падшего, так сказать, демонического. Вот эта вот сторона, духовная сторона жизни нашего Отечества, она важна. Дело в том, что люди, которые, наши современники, наследники вот этого греха отступничества, отвержения от царского самодержавия, вот, они, вот этот грех наследный, так же, как грех первородный при крещении, они могут преодолеть, все мы можем преодолеть только через почитание, во-первых, достоинства святого государя, и, во-вторых, в почитании его достоинства, как помазанника Божьего. И если мы прирожаемся к какому-то глумлению, становятся соучастниками того или иного действия, или, прочитав какие-нибудь клеветнические книги, ну, вроде там, Эдварда Родзинского о царе, вот, или других псевдоисториков, вот, и соглашаемся, то мы оказываемся в числе тех по этому наследному греху, о котором государь написал ночью 2 марта, кругом измена и трусости, обман. И это, конечно, для спасения души очень такое тяжелое ермо греховное, с которым трудно, так сказать, потом справиться. Дело в том, что суд Божий, он совершается, ну, известно, так сказать, по смерти человека, и потом еще на страшном суде, как бы, все человечество будет проходить через суд Божий. Но мы знаем о таком выражении, как судьба. Обычно поневедение ее связывают с фатумом, но это ложь. Судьба – это суд Божий. Просто так же, вот, как в слове «спасибо» мы сокращенно произносим «спаси Бог», точно так же по законам разговорного языка образовался слово «судьба». Это суд Божий, который вершится при жизни. И люди, которые думают, что это, в общем, что-то такое отвлеченное, а потом, освободившись, в кавычках, освободившись от Божьей защиты, они начинают испытывать нападки демонических сил по своим грехам, вот, когда они совершают вот эту, ту же самую измену, которая была совершена в 1917 году. И потом они начинают, ой, а за что же мне, а как же, а почему мои дети пострадали, они такие невинные. Родители отвечают, то есть дети, дети, допустим, малые младенцы, они страдают чаще всего за грехи родителей, а то и бабушек и дедушек. Вот, и от этого надо, так сказать, омываться покаянием, таинством покаяния и почитанием, то есть свидетельством перед Богом, чего же мы хотим, даже вот в этой земной жизни. Потому что, почитая царскую семью, что нам в ней ценно? Что царская семья, у нее и кончина вот эта мученицкая идеальная. Ведь мы в русских сказках читали о счастье, когда вот описывается, счастье, жили они счастливо, долго и умерли в один день. Ну вот о супругах обычно. А тут вся семья скончалась. Во всей мировой истории царей, ну разве что в Рамейской империи был случай, когда я была одним изуверам, этим самым узурпатором. Вот убита вся царская семья, но ни разу. Таких вот примеров нет. Они, видимо, хотели быть вся жизнь их царской семьи. Вот почему она такой пример любви, взаимности, взаимовыручки, вот этой вот поддержки. У нас очень мало примеров в истории 20 века, вообще даже таких мирских семей. Вот в начале романа Лев Николаевич Толстой, граф, ну еще не будучи ересиархом, в романе Анны Карине он пишет такую мудрейшую фразу, говорит, что все счастливые семьи счастливы одинаковы. А несчастные семьи несчастливы по-разному. И жизнь в Российской империи той поры была настолько счастливой, что вот о несчастливой семье можно было написать роман. То есть оно как нечто необычное, как нечто такое увлекательное, интересное, может для кого-то поучительное, становилось предметом светского такого художественного произведения. А к концу 19 века и в первые годы 20 века уже стало больше семей, которые как раз несчастливы. И о многих можно было бы писать такого рода толстовские романы. А вот царская семья, особенно среди аристократии, была таким вот счастливым исключением. О том, что они старались быть вместе, свидетельствует, например, такой факт, постоянно быть вместе. Государь никогда не отправлял свое семейство на отдых, если он сам с ними не ехал. То есть в Левадию или в какие-то другие места. Он всегда, чтобы он остался в столице, они поехали. То есть для обычной семьи, ну что такого? Такой занятой человек, дети нуждаются в отдыхе. И вот они расставаться начинают только в период Великой войны. И то эти периоды расставания, они больше двух недель, месяц, если внимательно читать не придут. Потому что либо государь с царевными приезжала навестить царевича и государя, либо если, так сказать, государь с царевичем ехал в столицу, в царское село. И вот это вот такое косвенное свидетельство, но оно вот своей непреложностью и вот этими скорбями, которые в переписке государя и государы не видны в дневниках царевин, что вот эти вот даже кратковременные разлуки, они причиняют им скорбь и страдания. Они мечтают о скорейшей встрече. Вот это вот удивительное свойство семейной любви они пронесли и в пору своего заточения, своей гефсимании, как и в царском селе в 17-м году. Потому что государь, как только появилась возможность, он поспешил ехать к своей семье. Тем более детки болели тогда, так сказать, ТИФом очень тяжелая была болезнь. И, в принципе, конечно, если бы он постарался, и у них были отношения какие-то, общения, возможность общения с Керенском, он мог бы отправить свое семейство к императрице матери в Крым. Вот в 17-м году летом. То есть, такого категоричного запрета быть не могло. Но ясно совершенно, что они сами отказались. Они сами не пошли на такую разлуку. И вот это пребывание их в Тобольске, с одной стороны, связанное с тяготами вот этого заключения, заточения, свидетельствует об этом счастливом совместном пребывании. Страшная боль была причинена, когда было революционными властями решено отвозить неизвестный тогда еще куда государе и государыню. По материалам следствия и другим источникам вроде бы собирались их привезти в Москву. И они с собой взяли... Ну, так сказать, разлука была неизвестна, потому что царевич не вынес бы дороги. Он в это время очень тяжело был болен. И вот они разлучаются, а потом царь, государь и одна из великих княжен оказываются в Екатеринбурге, в доме Ипатиева. И снова радость, когда они соединяются. И они уже тогда, конечно, решили быть вместе до смерти. И вот у нас есть такие вот рассуждения о царе-искупителе. И вокруг этого титульного определения даже есть богословские споры. Но вот в службе царственным мученикам, в службе государям, которые составлял епископ Нектарий Сеатлийский Концевич, вот из известного такого рода дворянского, русского, вот там говорится в одном из стихов о жертве державных страстотерпцев, это службы зарубежные, искупительные жертвы державных страстотерпцев за всех нас, за наши грехи. И вот Государь, совершая вот эту вот жертву, о которой он говорит, я готов совершить любую жертву, он чистую жертву Господу Вседержителю своей смерти приносит не только себя, но и своего сына, и свою супругу, и своих дочерей. И вот это вот понимание невероятно высокого подвига любви, любви, видимо, уже с 1905 года, совершенно очищенной от таких плотских отношений, судя по состоянию здоровья государыни. Да и из того решения, что они предлагали вот синодалам в 1995 году постричься в монахи, чтобы потом государь стал патриархом и регентом при младенце-сесаревиче. И для того, чтобы принять такое решение, надо было решиться внутри. И какой-то предварительный вот обет, он, видимо, был и совершен в ту пору. То есть не монашество, а вот такого воздержания. И если то, что стало достоянием публики, когда царский архив, переписка с царской семьей в 20-х годах публиковалась в многотомнике падения царского режима, даже, так сказать, внимательное чтение дневников и переписки указывает на это, что там уже родители царственные, они относились между собой как брат и сестра. Конечно, нашему падшему сознанию общественному вместить и поверить в это невозможно. Вот эти особые чистые отношения, остававшиеся, безусловно, мирскими и, так сказать, семейными, но, видимо, с 5-го года и государы, и государы, они уже жили по иноческому чину, как и царь инок, и царь молитвенник являл себя вот таким вот исключительным явлением даже нашей во всей российской царственной истории. Я хотел бы обратить внимание, но во многих мемуарах пишется, кто пишет об этом с интересом и таким доброжелательством, кто с, так сказать, цинизмом и извращением о невероятном спокойствии государя. Вот люди и злодеи, клеветники, они пишут, что он просто был недалекий человек, безвольный и не реагирующий на действительность. Но то, что его собственное описание свидетельствует, что ничего подобного не было. Он был очень тонко чувствующий и переживающий человек. Но эмоции никогда не показывали. Воспитанием это не достигается. То есть человек, он может, так сказать, сдерживаться именно по ходу воспитания. А это, если внимательно посмотреть на свидетельство о его поведении и на его дневнике, я думаю, что это может человек, только погруженный в Иисусу свою молитву, постоянную. Вот это великое спокойствие, вот эта мирность, вот эта способность преодолевать чужие эмоции, как своих близких. Потому что мы известны, что государь иногда эмоционально была. И даже иногда на людях это проявлялось. А государь всегда имел какую-то особую силу, волю вот это вот приводить ее в умиротворение. В тяжелейших условиях, когда, допустим, при смерти наследник, вот спали этот случай, когда уже печатались бюллетени, и уже там придворные разрабатывали церемонию, так сказать, похорон отрока царственного. А государь и в этот страшный момент переживал это, и претерпевал это сугубо внутри, внутри своего сердца. И люди духовно опытные, они вот могут подтвердить, что простому человеку это недоступно. Кто имеет хотя бы какой-то непродолжительный опыт непрерывной вот этой Иисусовой молитвы, он сказал, что вот это главное средство и, пожалуй, единственное средство для достижения такого миропокоя не внешнего, а именно сердечного миропокоя, потому что каменное лицо можно изображать до определенных пределов, потом это в глазах пропадает. А у него глаза лучились этой мирностью, и это видно даже на фотоснимках. Люди молились, я вот, так сказать, в 80-е годы мы распространяли с братчиками нашего братства, царя-мученика Николая, фотографии на приходах, и люди целовали вот эти фотографии царской семьи, как иконы. А у них такое действие и есть, вот этот образ удивительный. А в 90-м году мы с нашим братчиком Валерием Архиповым провели фотовыставку, в марте это было, на проспекте Мира, там был такой музей, исторический музей Держинского района. И вот мы там провели под эгидой Радонежи выставку «Царский архив». И люди приходили, но тогда мало книг было изданы на царской семье, мало фотографий было, и они писали в восторге, какая же красивая царская семья, как она вдохновляет их на какое-то светлое видение окружающего мира, лежащего во зле. Возникает у людей желание именно вот это вот видеть в близких именно образ Божий, который присутствует в каждом, даже в падшем человеке он присутствует, но он затмевается вот этой вот падшей природой. И хотя сама выставка не была отнюдь такой елейной, так сказать, там значительная часть была посвящена цареубийству, ритуальному характеру цареубийства. Вот, и мы когда, так сказать, водили эти экскурсии, вот с Валерием Архиповым, мы много посвящали этому, но у людей было впечатление именно от этого. Там была всего лишь одна икона, небольшая икона государя зарубежной печати. Это 90-й год, это еще, так сказать, советская власть, еще СССР существует. И была икона царственных мучеников. То, что вот, как бы, полуподпольная или подпольная даже тогда распространялась среди верующих людей. А остальные были фотографии. Но воздействовали именно не иконы, хотя, естественно, на эти образы крестились люди, пришедшие на эту выставку. И мне понравилось, как любовались вот этими экскурсантами. Отец Александр Киселев, протеорей, это старец, он известен чаще всего тем, что он был духовником Власовской армии. Вот. И даже пытался там самого Власова исповедовать. У него есть воспоминания об этом. Ну, он его как раз Власова показывает как не очень-то верующего человека. Но самое интересное, то, что он еще до этого был духовником будущего патриарха Алексея II Редигера вот в Прибалтике. Вот отец Александра Киселев. И другое тоже интересное наблюдение как бы вот этого восторга, это художник, к сожалению, уже тоже почивший, так же, как и отец Александр Илья Глазунов. Он говорит, как радостно смотреть вот на эти лица людей, которые рассматривают эти фотографии царской семьи. Вот. Его еще, так сказать, с 19 века якобы умученные, так сказать, от своих. Дело в том, что титульное слово «страстотерпец» до 16-го года, оно принадлежало только Иисусу Христу и Богородице. Вот. И когда русские, так сказать, своих князей Бориса и Глеба там для Ромейской империи, какие-то местные князи, не то что там какой-то, вдруг почитают как страстотерпец, для них это было безумие для Ромейской империи. Они никак это принять не могли. И вот чин страстотерпчества был признан Ромеями, когда в 1776 году киевский митрополит грек, он не верил в святость и в достоинство Бориса и Глеба князей. И во время перенесения мощей его Господь вразумил. Он пал и публично потом покаялся в том, что, так сказать, он не верил в это. И потом стали страстотерпцами именовать князя Изяслава Ярославича, Игоря Олеговича, которого киевляне в 1147 году убили, нашего великого князя Андрея Боголюбского. Они вот этот титул существовали. А потом греки где-то в 17 или 18 веке они стали вот кто были в пору иконоборчества замучены и у них никогда не было там или в пору Юлиана отступника. Они стали и тех святых значит страстотерпцами. По примеру русской церкви стали именовать и придумали, что это умученные от своих там от соплеменников и от единоверцев. Каких хренам единоверцы эти самые иконоборцы или тем более Юлиан отступник. Они никакие не единоверцы. И вот это извратили потому что дело в том что страстотерпец это не терпение страсти Иисуса Христа своих не терпение своих страданий не терпение Богородицы которые они терпели страсти народные которые кипели вокруг которые орали распни его распни его вот а сейчас к сожалению значительная часть патриотически настроенной верующей массы считают вот это будто бы принижение да никакое не принижение в зарубежной церкви многократно в каноне по отношению к царю употребляет царь страстотерпец и об искупительной жертве говорится царь наш пророк был он же пророчествовал что не зло победит что зло увеличится и мы видим как это зло увеличит но не зло победит зло а только любовь и конечно все это действие отвержение государя от прародительского престола от насильственное так сказать от решения его вот отвержение народа вот от своих клятвенных дел безусловно оно не могло обойтись без каких-то магических ритуальных действий сводить к ритуальному преступлению только одно вот момент изуверенного убийства царской семьи нельзя оно накапливалось заблаговременно вот это расцерковление сознания народного когда так сказать запросто там даже духовенство там писало там Николай второй ну как это можно кто он тебе Николай второй государь-император царь батюшка Николай второй то есть люди перестали в титуле восходить к вершине вот этого служения царского они увидели как-то ну они видят его живьем вот для них Николай второй вот это вот запросто это тоже так сказать подготавливалось и не начиналось оно с царства Николая императора Николая второго оно начиналось раньше там с Александра второго когда вот это так сказать за государем Александра вторым велась просто охота как за каким-то так сказать существом и вот ритуальный характер этого преступления это целая совокупность и надо рассматривать какие же так сказать ритуалы были здесь задействованы дело в том что в 11-м году банкиры американские поставили перед государем ультиматум либо он отменяет черту отседлости либо они объявляют ему войну причем это были крупнейшие банки североамериканских соединенных штатов которые потом и составили кстати вот эту федеративную лидерную систему ФРС выпускающая от своего имени вот этот американский доллар и эта война была объявлена в 11-м году но тут надо учесть мы вот если говорить о мировом еврействе то оно его надо рассматривать именно как с позицией новозаветных с позицией евангельских и в новом завете так сказать в словах Иисуса Христа и в апостолах мы видим что существовало три партии саддукии которые не верили в воскресение из мертвых они в пророков не верили в свидетельство пророков потому что воскресение из мертвых в свидетельство пророков они только пятикнижие это не значит что они не верующие у них было так сказать свое потому что все первосвященники поставлялись из саддукийской партии то есть обряды как раз они совершали именно саддукии фарисеи и книжники то есть те которые занимаются законами вот эти партии они существуют и они вот в ожидании своего мышиаха своего псевдоцаря всемирного вот в общем-то у них идет конечно жестокая борьба кто будет рядом с ним вот и именно саддукийская партия которая прекрасно понимала что приход мышиаха невозможен при русском самодержаве вот они первые обвинили в войну и видимо с их подачи была вот эта выпущена хасидская открытка потому что им важно было перевести внимание от себя потому что саддукийский ритуал они очень мало изучены они восходят скорее всего к ритуалам финикийским то что связано с золотым тельцом вот и в том числе с сожжением жертв вот потому что сожжение было и ветхозаветным храме но оно носило так сказать исключительный характер а если брать там религиозных изуверов иудейских там ну как это было с хасидами в российской империи там Велишское дело Саратовское дело дело об убийстве Андрюша Ющинского там где виновность хасидов а вот здесь жертва выбрасывалась на так сказать ну она не скрывалась она не закапывалась она не сжигалась вот человеческие жертвоприношения так сказать христиан вот ну и известный так сказать святой наш мученик умученный от жидов Гавриил Белостовский вот это так сказать там вот это вот ритуал присутствует убийство царской семьи совершалось по другому ритуалу и вот эта вот подмена она до сих пор вносит такое вот какое-то разномыслие и споры вот что это вот хасидовина никто из цареубийц к хасидам не имел никакого отношения вот и вот важно вот понять этот вот аспекты этого ритуала саддукийского а он насыщен такими допустим вещами вот ну если кто читает читал документы следствия Соколова о писании Ипатевского дома ритуальные допустим глумливые рисунки то что рифмуется как раз с фильмом Матильда все так сказать там отхожие место уборное так сказать которые вынуждены были ходить царевны вот ну и государь с государниц так сказать это самое они были изрисованы порнографическими карикатурами и так сказать грязными просто грязными стишками которые в общем-то на публике это так сказать только для следственного дела на публике это цитировать и показывать нельзя но они подверглись именно вот такому изощренному глумлению царственные мученики великомученики страстотерпцы вот и вот этот аспект он показывает насколько вот этот вот ритуал был сложен и состоит из многих составов и вот эта надпись каббалистическая из четырех знаков и с цифровыми записями под ней и цитата из еврейского поэта Гейна который Соколов почему-то решил что там ну она изменена на самом деле вот в первоначальных изданиях Гейна она именно так и звучала то есть человек был знаком со своим так сказать немецким классиком вот по прижизненным изданиям это очень так сказать важный момент он верно отмечает Соколов что человек написал то есть процитировал наизусть вот эти слова то есть это вот как говорится не держал это самое а для него эта цитата имела такое важное значение о царе Валтасаре о его убийстве и масса других деталей связаны так сказать ну допустим с ритуалом с цида амфрейки то есть там фигурируют вареные яйца так сказать и видимо пепел уже сожженных царских мощей использовался так сказать для вот этих укреплений черновид чернодуховных сил вот главных этих устроителей ритуал уже на ганиной яме когда царские тела были расчленены и в течение достаточно долгого времени видимо более двух суток они сжигались без остатка конечно следствием предыдущему и может быть даже нынешнему хотя пока никаких вердиктов не было следственных не говоря уж о судебных вот страшно эту тему затрагивать то есть они какую-то конечно религиологическую экспертизу будут проводить но цель вот этого действия связана с тем чтобы видимо сокрыть судьбу царственных глав что их как бы и не было вот это так сказать вот мы видим останки девяти человек неполные останки еще двух человек и вроде бы все на месте но саддукеи они действуют как как говорится системами эшелонированной обороны защиты своих тайн ну так же как банковские тайны защищают вот на этом можно привести пример попробуйте узнать какие-нибудь банковские секреты вы ну хоть все разведки мира подключите все равно главные так сказать банки которые поддерживают вот этот всемирный глобальный режим финансового нацизма его иначе просто назвать нельзя вот они ни за что не раскроют то есть какие-то тайны они приоткрывают и так сказать у каких-то частных банков там швейцарских они заставляют их нарушать вот эти банковские правила вот и вот это вот особое изуверство связанное с культами хамитскими они не имеют отношения вот как бы к традициям даже извращенным традициям иудейским это именно финикийские культы которые некоторые из царей иудейских принимали так сказать ну вступая в брачные отношения или глудные отношения так сказать с иноземными женщинами и это безобразие так сказать в Иерусалиме творилось и даже в притворе храма вот эти культы совершались вот этот культ золотого тельца у нас как бы золотой телец именно воспринимается как некая фигура это громадный вол внутри позолоченный так сказать веселый так сказать только рога в котором сжигались младенцы заживо то есть они помещались там под этим самым под этой фигурой разводился костер либо внутри если это вал с головой воловью изображался стаймя вот и вот этот крик младенцев известный нам по выражению сардонический смех вот потому что его заглушали именно ритуальным смехом толпа одурманивалась и она начинала как действия наши начинала бессмысленно ржать вот это прямые сатанинские ритуалы вот здесь они присутствуют все детали вряд ли стоит о них рассказать потому что такие подробности чернодуховные но есть духовные правила не заглядывайтесь в бездну иначе бездна заглянет вас вот может закружиться голова с большой осторожностью читая святых отцов читая жития святых мученных от жидов в том числе вот можно читая евангелие и страдания Иисуса Христа вот это можно понять но государь несмотря на эту муку все-таки нес царевича вот из верхних комнат в этот полуподвал и конечно в сердце он чувствовал что это не просто их собирает вот но он не восстал он слушал Божью волю о себе и конечно вот эти страсти революционные страсти которые он терпел на протяжении всего своего царствования от него требовали еще как только он вступил на престол увенчать конституции так сказать здания Российской империи вот либералы вот он держался царского самодержавия и сохранил его по сути дела в неприкосновенности до нас то есть его жертва принесена была и для воскресения России чтобы самодержавное царство было из его рук из а инсигнии из царский венец и скептер и держава были получены из рук царицы небесной восхитившей их не физически а духовно энергически так сказать в день отречения государя императора от прародительского престола здесь я хотел бы сказать еще вот в связи с этим ритуальным моментом что я не отрицаю отречение государя но оно происходило видимо не в той форме которая нам преподносит история я считаю вот акт подписанный якобы государем он подложен потому что стилистически он отличается от того что государь писал а нам известно из воспоминаний что он переписал текст видимо там он Продолжение следует...